В Европу люди едут не работать, люди едут за социальным пособием. Если посмотреть пропорции, то они едут туда завоевывать эти страны. Едут в основном молодые мужчины, которые в отличие от нашей ситуации работать не хотят. Это странно, они платят пособия за то, что к ним приехал человек и говорит, что он серый и убогий. Если приезжает гражданин Российской Федерации, он говорит, что он знает, что он знает английский язык. Ты имеешь образование, ты способен себя прокормить. Пошел вон отсюда, убирайся. А если приезжает человек, который не понимает ничего, его жалко, с одной стороны. Наверняка мотивы совсем не из-за того, что жалко. Миллионы немцев, которые выходили с плакатами, которые приветствовали их будущих насильников, действительно мыслят в этой категории, мыслят до сих пор после Киолинской ночи и всего остального. Есть расчет бизнеса, на котором я смеюсь, это было очень смешно, но это правда. Немецкий бизнес оказался настолько туп или настолько политически зависим, что действительно выступали бизнесмены, которые выяснили, что это прекрасная рабочая сила, нам эти люди нужны. Правда, выяснилось, что работать они не хотят в массе своей. Есть некоторое количество, которые хотят и готовы учиться работать, но мастерства они просто хотят получать пособие и жить своей афганской, бангладешской, сирийской, ливийской жизнью просто в Европе. У них есть для этого права, потому что Европа сделала их жизнь невыносимой. За исключением Бангладеш, наверное. Это Европа сделала, их бомбила Европа. Но и некоторое количество едет, чтобы отомстить. Это тоже правда. Кроме того, есть политический расклад. Во-первых, предельная идеологизированность европейских политиков, на фоне которого советская идеологизированность — это детский сад и предельно циничный прагматизм. А с другой стороны, это был способ подорвать Европу. С одной стороны, чтобы она была более лояльна Соединенным Штатам Америки, потому что, когда у вас внутренние проблемы, вам не до защиты суверенитета. А с другой стороны, в Европе, как и в других развитых странах, происходит уничтожение среднего класса. Слишком производительные технологии и соответствующее количество благ производится с сильно меньшим количеством людей. Возникает огромный пласт людей, которые являются лишними в корпоративной логике. Они много потребляют, но мало производят. Это не те, кто в Африке на полтора доллара в день живет. Потому что у них небольшой разрыв. У них разрыв в полтора доллара в день, а не полторы тысячи евро. Не 150 евро. В результате происходит падение уровня жизни основной массы людей и в Штатах, и в Европе. И новый феномен. И, скажем, мое поколение прекрасно понимает, что их дети будут жить хуже них. Просто хуже. И меньше возможностей, и меньше денег, и меньше потребления. И дети понимают, что они будут жить хуже своих родителей. Для американской культуры это особенно ужасно, потому что там есть понятие лузер, как проклятие. Но в Европе это тоже очень не сладко. И чтобы вот эту социальную напряженность, которая из-за этого растет, и претензии к местным правительствам снять, туда влили. Ну, на полтора-то миллиона мигрантов точно. Чтобы создать ситуацию напряженности, страха за жизнь. А если вы боитесь за жизнь и за здоровье, вы уже спокойнее относитесь к падению вашего уровня жизни.